Компания Neuralink Хиллана Маска впервые успешно вживила беспроводной чип в мозг человека. Он будет связывать мозг с компьютером. Специалисты Neuralink обещают, что это поможет прежде всего в борьбе с физическими расстройствами и психическими проблемами. С вами Нехта, все самое важное и интересное на этот час. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Возможная отставка главкома Залужного у всех на устах. Что это было? Я прекрасно понимаю, что это просто отражение определенной политической борьбы. Пропаганды станет больше, а Путин и Лукашенко создают совместный медиахолдинг. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Показательная порка. Участников группы Би-2 не выпускают из Таиланда по указке Кремля, чтоб другим не повадно было. Управление этим процессом идет конкретно из Москвы. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. Это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед с новостям. Залужный встречался с Зеленске. Впрочем, рапорт на увольнение не написал и не собирается этого делать. Украинское издание «Зеркало недели» опровергло слухи об отставке главкома и обнародовало свою версию происходящего. К утру вторника сообщения об отставке не подтвердились. Накануне вечером они поступали от источников даже солидных изданий и журналистов и вызвали огромную волну возмущения. Информацию официально опровергли и в Минобороны, и в офисе президента. Ну а сам герой слухов вместо комментария опубликовал совместное фото с начальником украинского генштаба Сергеем Шепталой. Что-то было в свою версию озвучил в эфире «Дождя» политолог Петр Олещук. Сначала полномасштабной войны периодически появляются какие-то публикации, какие-то сливы, слухи о том, что есть такой вот конфликт и будет принято какое-то кадровое решение. И я прекрасно понимаю, что это просто отражение определенной политической борьбы, которая, несмотря на войну, продолжается в Украине, и в которой, в принципе, отдельным политикам довольно удобно использовать тему этой самой отставки. Ну просто для того, чтобы, во-первых, решать свои политические вопросы, ну а во-вторых, просто банально привлекать к себе внимание на теме соответствующего хайпа. В принципе, все участники этой истории – это люди, которые, во-первых, являются оппонентами действующего украинского президента, причем не просто оппонентами, а людьми, которые критикуют его в выражениях, ну, мягко говоря, не сдерживаясь, причем очень давно. И это очень, знаете, странно, когда, например, есть некая секретная информация из офиса президента, но ее обнародуют не люди, которые хотя бы как-то с этим офисом связаны, а люди, которые этому офису оппонируют очень давно, причем очень жестко оппонируют. Ну, наверное, это несколько странно, когда источниками инсайда являются исключительно, скажем так, оппоненты и недоброжелатели. Если это действительно инсайд, а не вброс. Аналитики Института изучения войны считают, что слухи об отставке главнокомандующего ВСУ в Валерия Залужного помогают России вести информационную кампанию против Украины. В настоящее время Институт изучения войны не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного для продолжения нескольких информационных операций по внутриукраинским делам, которые они проводят уже некоторое время. Ветеран российской пропаганды, главный редактор РТ Маргарита Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отстранении Залужного, хаос полезен России. ВСУ сообщили обмассированные атаки шахедов по Украине. Били дроны по Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской областях. Всего силы украинской ПВО сбили 15 из 35 дронов Камикадзе. Часть ударных беспилотников российские войска направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора. Гражданские и военные объекты у линии фронта на границе с Россией. В Мирнограде Донецкой области погиб один человек и еще один ранен. Разрушен отель, два многоквартирных и более 20 частных домов. Ворог спрямовал 35 БПЛА и частину из них, даже большую частину, спрямовал по прифронтовых территориях. Ну, мається на увазі близко до лінії бойового зіткнення, державного кордону і так далее. Таким чином противник намагався вразити об'єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об'єкти різні, і військові, і цивільні об'єкти паливно-энергетичного сектора. Не забываем, що ті удари іскандерами по Полтавській області, зокрема, ну, зараз, сьогодні вже бачили і удари БПЛА по об'єктах паливно-энергетичного сектора, це буде завжди в приоритеті ворога, навіть не в глибині країни, а ближче до лінії фронту. Ну, а в Минобороны РФ заявили, що якобы збили ночью два десятка беспилотников. По версії пропагандистів, їх средства ПВО, уничтожили і перехватили 21 український дрон. Більше всього над оккупированным Крымом, їх вроде как було 11, далі йдут Белгородська, Брянська, ну і по одному упала в Калужській і Тульській областях. Атаками дронів по России Зеленський йдет на большой риск, щоб переломити ход війни, поэтому вони стануть ще більше частими, пишет издання Time. По прогнозам авторов статьи, резко возросла вероятність убийств российських чиновників, связанних з війною. Участяться і атаки дронів і ракет по оккупированному Крыму, а також военній і економічній інфраструктурі РФ. Под угрозою також Керченський мост. Це, в свою очередь, спровоцірує більш інтенсивні атаки России на українські міста. Люба із цих атак, а возможних целей много, сопряжена з риском возмездия со стороны Путина, що приведет к більші непосрідному вовліченню НАТО в конфлікт. Ни Росія, ні НАТО не хотят такого расширения, но воїны начинають жить собственной жизнью, особенно когда один із ключевых игроков, в данном случае Зеленський, становиться джокером, за которым стоит наблюдать. Пропаганды буде ще більше. Путин і Лукашенко подписали постановление о созданні медіакомпании Союзного государства России і Беларусі на засіданні в Санкт-Петербурге. Пудрить народу мозги с новой силой будут уже созданные газеты Союзная Веча, Союз Беларусь-Россія, журнал Союзного государства і, конечно же, телерадиовещательна організація Союзного государства. Так вони будуть обеспечувати єдинюю іскоординированну політику. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную політику. Ідет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной, но, слава Богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли, но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медіахолдинг, медіахолдинг, с учетом проб и ошибок ранее, особенно прошедших российские специалисты через это прошли, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. В Карелии разрастается северная и совершенно секретная резиденция Путина, выяснил центр досье. На берегу залива Марьялахти у президента РФ есть три дома, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины. Ну и даже водопад отжал. Площадь резиденции журналисты оценили в 4 квадратных километра. Большая часть земель – это заповедник. Но что народное достояние, если ты диктатор и можешь поставить забор и охрану в любом понравившемся месте, даже прикрыть его персональным ПВО? Там после полномасштабного вторжения поставили ЗРК «Панцирь-С». Владеют отелем структура Юлия Ковальчука, старого друга Путина и акционера Банка России. На эти же фермы записана и сама резиденция. Ковальчук создал сеть компаний, которые занимаются досугом президента и отвечают за всю его недвижимость, в том числе за знаменитый дворец под Геленджиком и за особняк на Валдае, где в главах государства бывает чаще всего. Примерно с 1920 года у Путина появился сосед. Всего в 4 километрах от садового дома построили особняк, баню, ресторан и пирс. Собственник – Роман Абрамович. Все оформлено. Лично на него убедился досье, изучив данные Росреестра. Абрамович не входит в ближайшее окружение Путина, но всегда был неподалеку от высших эшелонов власти. Он был близок к семье Ельцина, выбравшей Путина в качестве преемника, вел бизнес с номиналами Путина и подарил президенту одну из его первых яхт – Олимпию. Абрамович сам приезжал инспектировать участок перед началом работ. Раньше на этом месте был комплекс для туристов с фермой и избушкой Бабы-Яги. Но все это, даже избушку, снесли при строительстве дачи. Не прошло и два года. Российских фигуристов лишили золотых медалей Олимпиады 2022 в Пекине. Им присудили третье место. После дисквалификации Камилы Валиевой за применение допинга Международный союз конькобежцев вычел ее баллы из общей суммы в командном турнире. Генеральный директор антидопингового агентства Оливье Нигли заявил, что решение по делу Валиевой пойдет на пользу чистым спортсменам. Я думаю, мы рады, что теперь можно двигаться дальше. Международной федерации и Международному олимпийскому комитету предстоит заново провести классификацию, принять решение о награждении медалями и так далее. И все это очень важно для других спортсменов. В этом смысле я очень довольна результатом. Участники группы Би-2 отказались от встречи с российским консулом в Таиланде. Как ранее писали СМИ, именно Владимир Соснов добивался депортации музыкантов в Россию по согласованию с Кремлем. Четверых участников группы должны были депортировать в Израиль. У них есть паспорта от этой страны. Билеты были куплены. Впрочем, как сообщили в канале группы, после визита российских дипломатов решение о высылке в Израиль тоже отменили. Они до сих пор находятся в камере миграционного центра. Их сейчас, они сейчас в открытой клетке, в такой открытой камере. Это клетка под раскаленным солнцем. Там 35-40 градусов жары. В последний раз, когда организатор концерта, когда его допустили к ребятам, у них нет никакой связи, отобрали телефоны, то он увидел просто группу «Свалку голых тел в трусах», потому что там невозможно вся одежда промокла, тени никакой нет. Значит, в общем, со всеми нарушениями процессуальными, какие только могли быть, от того, что не предоставили им перевода того, что происходит в суде, и в руки вердикт, который был вынесен, до вот таких вот условий содержания, становится, в общем, понятно, что управление этим процессом идет конкретно из Москвы, что есть заказ того, чтобы устроить такой показательный случай, особенно с группой Би-2, потому что это уж точно будет громкий резонанс, и это такая показательная расправа, чтобы всем артистам, которые выбрали не поддерживать войну, неповадно было. Задержанных музыкантов популярной белорусы. русская рок-группа «Нискис» перевели в Минское СИЗО. Это может быть связано с тем, что против музыкантов возбудили дела по уголовной статье. Впрочем, по какой именно, все еще неизвестно. О новых подробностях ареста Александра Ильина, Сергея Кульша и Дмитрия Халявкина пишет правозащитный телеграм-канал MyDay. Силовики задержали музыкантов «Нискис» 6 января. Через два дня их осудили по статье о распространении экстремистских материалов. Участники группы ездили на концерты в другие страны, но продолжали жить в Беларуси и были авторами песни, которая стала символом антилукашенковских протестов 2020 года. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей, слова Украине, живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова